Добрый-добрый-добрый вечер всем еще раз. У микрофона друг, это студия игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию второго матча полуфинала между командами Shippo Z-Style и командой Veeam. Поэтому матч этот проходит в рамках Summer Cup, первый турнир, который студия игрокам ТВ организовала на базе своего паблика. Ну и главный профит это, безусловно, то, что все матчи стримятся, все матчи с комментариями, с аналитикой, с повторами, так, чтобы вы могли смотреть, потом пересматривать и анализировать свои ошибки, чтобы ваши друзья смогли посмотреть, где же вы пропадаете, когда они зовут вас куда-то пойти погулять, а вы в это время чем-то занимаетесь очень важным и не можете никак выйти ни на улицу, ни на пробежку, ни в футбол поиграть, ничего не можете сделать. А почему, собственно, потому что вы оттачивали скилл, чтобы что сделать, чтобы в игрокам ТВ в его Summer Cup занять какое-нибудь маломальское, но все-таки место. Ну и команда ВИМ уже в одном шаге от гранд-финала, в котором им придется встретиться с победителями другой пары полуфиналистов, матч которых состоится сразу после этого. Ориентировочно где-то часов 8 вечера, я думаю, ну у нас час 15 до этого времени остается. Если сейчас команда ВИМ додавит все-таки своих соперников, коллектив Шипов Затт Стайл, то, собственно, по таймингу, я думаю, и ворвемся. Если нет, то будет третий матч, немножко отложим, но оно действительно того стоит. Пока что ВИМ показали себя поярче в прошлой игре, они действительно сильно смотрелись. И, по сути, когда счет был 11-2, и команда Шипов Затт Стайл просто пятилась на собственный хэгграунд, было понятно, что, по-моему, ВИМ посыграннее и немножко посильнее в этом случае. Вот, ну будем смотреть. Не факт, что Шипов Затт Стайл эту катку проиграют. В общем-то, по уровню они тоже неплохие. До полуфинала надо было добраться, и они это сделали. Да, им там, конечно, повезло по сетке, потому что в полуфинал они попали, не играя четвертьфинальных игр. Ну и в полуфинал как раз такое время, когда надо доказывать. Поэтому ждем мы от них достаточно уверенной доты. На данный момент, по банам, Templar Assassin, Bristol Back, Enigma и Сларк отправляются в баню от Шипов Затт Стайл. Со стороны команды ВИМ, Undying, Шторм Спирит, Магнус и Фейслес Войт тоже у нас отлетают в баню. Ну и давайте по пикам разберемся. Корабли Арт Стайла забрали себе Туска, Спирит Брейкера и Сайвенсера. У меня вопрос, на самом деле, куда Сайвенсер пойдет, будет ли это Сайвенсер Саппорт, или все-таки Сайвенсер отправится у нас в роли керри куда-то. Пока что каких-то номинальных керри у Шипов Затт Стайл не имеется. Вот Туск у нас больше такое средство передвижения, некий транспорт и связующее звено между каким-то пассивным стоянием и врывом в файт. Спирит Брейкер тоже, разумеется, у нас нужен для максимально быстрого врыва файт, будь он даже на другом конце карты. Ну, ждем номинального керрия. У команды ВИМ такой керри уже имеется. Это Герокоптер, Тайд Хантер, Шекер тоже туда под комбинацию, Лич тоже туда, ну и посмотрите, что происходит. Дарк Сира надо банить просто обязательно, или Энигму. Скорее всего, против ВИМов надо банить... А, Энигма уже у нас в бане, да. Энигма летела в бане, ну и надо банить Дарк Сира, я почти уверен в этом. Тайд Хантер, ясен пень, что... Должен пойти на сложную, Дарк Сиру вроде как некуда пойти. Но Дарк Сир, я хочу вам сказать, и в мид лейн может отправиться, и не будет так страшно для Дарк Сира постоять мид. Через Айн Шелл это делается все элементарно. Поэтому в Шипов Зард Стайл стоит все-таки задуматься, кто же будет собирать всех в кучу, когда будет массовый рассказ. Вот это Тайда, Шекера, Герокоптера, Лича. Я думаю, что Сир может по этому пику появиться, и почему-то вероятность, мне кажется, высока. Медуза. Для Шипов Зард Стайл. Нашли чем ответить. Грозный керри, мощный, который требует, конечно, много фарма, который сам по себе жаден, и клейте только выходит, и обрезать фарм должен всем вокруг. Ну, таких героев Шипов Зард Стайл набрали, что они не так сильно зависимы от фарма, как, например, та же Медуза. Спирит Брейкер за счет фрагов будет свое зарабатывать, Туск тоже, в принципе, за счет фрагов будет поднимать свое количество денег и количество экспириенса. Ну и бан пошел от команды Вим. Ну, правда, я ставлю в составе команды Вим на пик Дарксира. Мне почему-то кажется, что могу даже пренебречь некой классической расстановкой линий, чтобы был вот этот вакуум от Дарксира чуть ли не в приоритет вообще, мне кажется. Можно было бы его ставить. И на шестом левеле, когда у всех будут ульты, там просто минус пять, даже и необсуждаемый. Правда, Савенсер это, конечно, очень дерзко. Ну и Квапу забанили игроки Шипов Зард Стайл на Мидлейн. Некого, думаю, это не отправить. Но еще раз говорю, отправить Сира на Мидлейн и все, и все будет окей. Просто отправьте, просто попробуйте. Ничего не будет. Зависимости никакой. Минута остается на все про все у команды Вим. Но если это вдруг будет не Дарксир, то кто бы вообще, в принципе, мог бы зайти по данной страте? Ну, может быть, Дезраптор мог бы зайти, кстати. Ой, не Дезраптор, а Outworld of War. Дестроер в свое время. И назывался Вайпер. Будет парень, который после раскаста общего будет просто по одному выстрелу делать в каждом. Вайпер, который будет отвечать, скорее всего, за Мекку, которого поставят на Мидлейн. Да, реалити собирает у нас Вайпера. Хенни будет играть на Личе. GT играет на Гирокоптере, Наоми на Дайтхантере и Шейкер у нас для... Я уже выучил. Я выучил Бам, Бим Бэм. Бим Бэм, да. Бим Бэм играет на Шейкере. Я уже даже имена, ребята, умудрился выучить. У Чихамадара забирает себе Спирит Брейкера. OnlySupport будет играть на Сайенсере. NoBarry играет на Туске. Dread будет играть на Медузе. И Ву играет на Леоня. Дред, если... Точнее, вот, у Чихамадара, если не ошибаюсь, играет у нас на Керри. И вот вам и пожалуйста. Наизучался. Так, ну и что? И посмотрим, как и где вообще у нас пройдет встреча. Команд Вим. Гирокоптера отправляют первым. Гирокоптер, скорее всего, пойдет на легкую линию. Я думаю, в паре с Личом и Шейкером. Тайтхантер отправится в сложную. И Мидлейн, скорее всего, для Вайпера. Либо же Вайпера могут поставить, например, на легкую линию. А, нет-нет. Вайпера на легкую, а Гирокоптера на Мидлейн. Это издевательство. Просто, конечно, Вайпер будет стоять у нас легкий лайм. Ну и что, может, в принципе, у нас тут и состояться что-либо интересное. На топ-рунер с командой Вим. Вот. Здесь у нас все. Так, а ну-ка. Вижен-то есть у команды Шиповзар Стайл. Они увидели здесь Тайтхантера. Тайтхантер вкачал эндерсмэш на старте. Кракеншелл мог бы и спасти. Ну, ФБ в пятером пришли. Забрали фестбат игроки команды Сота. И видно, что они настроены очень даже агрессивно по этому матчу. Скорее всего, в таком ключе и будет проходить игра. Но у них такая ситуация, что можно-то и отлететь отсюда, если не вести себя настолько нагло, насколько они вели себя в данной ситуации. Ну и расстановка по лайнам. Давайте наблюдать. Агрессивная триплаут. Команда Сота идет у нас на сложную линию. Здесь есть Сайленсер, который будет постоянно харасить. Здесь есть Ву, которому есть чем зацепить. Ну и, безусловно, здесь есть Медуза, которая и с руки похарасить может и... Да и через тот же Мистик Снейк Тайтхантера оставить элементарно без маны. Без маны Тайтхантер уже и фармить толком не сможет. И, кстати, Наоми неплохой, в общем-то, кандидат на то, чтобы стоять против такой убер-дамажащей триплы. Но проблема только в том, что если Медуза будет ровненько держать линию, то Леон и Сайленсер Тайтхантера не подпустят вообще крипам Тайтхантера. Останется у нас не только с одной смертью, но и вообще без единого крипа за все это время. Ну и на легкую линию игроки команды Сота отправили Спирит Брейкера. Здесь в сложную стала трипла. Бим Бэм на Шейкере, Джейти на Герокоптере и Лич тоже здесь в трипле. Стоит Аквайпер, представляете, у нас по ХП. Это происходит на Медлейне. Ой-ой-ой, да тут Туск на Медлейне стоит у нас со стороны команды Сота. Я не увидел. Я думаю, кто-то был такой, что вроде как не игрок вообще в принципе. Это Туск. И Туск Вайпера только что чуть было без ХП не оставил. Ну, видимо, какая-то индивидуальная острота. Кто на ком хорошо играет, тот на том и будет играть. Ну и по фарму. Пять на три у нас у Вайпера со стороны команды Сота у Туска. Три на ноль по крипам. Вообще, на первом месте Медуза неудивительно. Медуза вообще абсолютно в халявной ситуации. И можно было бы Тайтхантеру хотя бы отводы самому себе организовать. Но пока он об этом не думал. Можно бы, нельзя бы. Отводов здесь не имеется. По причине, собственно, вы видите, как... Ну так, что, Туск у нас врывается на... Точнее, пытается залезть на хайграун, чтобы тут как-то спастись. Бим-бэма здесь ловят. Ману у него минимум. Сайвенсер ловит Шейкера. Еще один удар по Шейкеру. Кстати, Шейкер может-то и отвалиться. Нет, Шейкера 60 КП. Он отпевается. И Сайвенсер теперь уже настреливает по Личу. И здесь Реалити. И Реалити по Ву. И у него не ретоксин. Второго левела. Понятно, что Реалити здесь Леона забирает. Что-то становится 2-1. И команда Вим уже повела. Ну и он ли саппорт на лоу ХП? И Шейкер без фиссуры или с фиссурой? Можно и бежать. Ой-ой-ой, как ты задумался так долго. И врыв в двоих теперь от Нобади. И Нобади разваливает Реалити. Даблкил от Вайпера. И заканчивается это все смертью от рук Тускар. По-моему, игра будет более чем веселой. Кстати, тотема-то нет у Шейкера. А здесь есть баш. Здесь есть баш. И может умереть у нас в итоге Вимбэм. Джейти уже пошел на помощь. Фиссура откатилась у Шейкера. Маны на нее хватает. Ну, Спирит Брейкер, в общем-то, оставляет своего оппонента в покое. Лич отправляется на базу. В Нобади уже есть Боттл. У него 1 килл, 1 смерть и 6-0 по крипам. Здесь 8 на 4 у Вайпера, 3 убийства, 1 смерть. Вайпер просто на ровном месте. Здесь не убивал столько, сколько вообще не должен был по игре 50-й минуты. Но Бадди видит здесь Вимреалити. Бросает на него Айс Шард. Ну и, кстати, Сноубол тоже приоритетил Тускар. Наплевает по Туску. Туск очень жестко по нему. Ну как же так-то? Ты просто Сноубол юзаешь и все. И стоишь в этом Сноуболе, пока его тавер разваливает. А потом прилетаешь. У тебя к тому моменту уже откатился. Айс Шард влетел. Бросил, бросил, ну... Не доконтролил просто. Разворот был долгим. Да и бежать под пользу на так было неудобно. Тейдхантер забрал руну регенерации. Не успел. Немножко Вайпера. Ему, естественно, важнее все это было. Но Вайперу надо теперь Курьера гонять с какими-либо хилками. Сам по себе Вайпер не хилится. Кстати, и Туск может Вайпера здесь и оставить. Почему бы и нет? Да, пошел на Сайн Шард. Сразу же Сноубол. Вайпер тут просто доигрался. Я не понимаю, чем говоря, мув Вайпера. Как и зачем и почему. Ну, Туск отыгрывает более чем агрессивно, кстати. Но Бадди здесь интересную доту показывает. Напомню еще раз. Команда Вим ведет у нас. Еще там 1-0. Вот, Сотов в одном шаге в губе, да? От падения в матч за третье место. А там уже как пойдет. Там, кстати, оппонент. Вообще любой оппонент. Что команда Скул Найт. Что команда ТРИ очень серьезная. И так вот по предварительным каким-то моим выводам. Пара полуфиналистов. Это немножко полегче для того, чтобы пройти куда угодно. Попасть в ту. Там действительно пара смерти. Ну, по скилу видно, что ребята очень подготовлены были. И кто-то из них, мне кажется, один из основных фаворитов победы в этом турнире. Сегодня определим, кто и поймем. Даже тот, кто свалится в матч за третье место, это не будет легко. Его убрать, потому что там подъем будет достаточно сильный. Ну что, ноу-бади у нас встречает Хенни. И ноу-бади здесь разваливается. Разгон пошел у нас в лича. Сразу же перестроились на реалити. И... Аж... Спиритбрекер вместе с Сайленсером двоих на миде раскатали. Счет стал 6-6. 6 минут, 12 фрагов. Такое комминтить я готов. Мне это нравки. Ну и спиритбрекер уходит опять на топ-лейн. Ну и достаточно комфортно. На линии Ву. Против Леона. Точнее Ву на Леоне. Против GT. GT, кстати, здесь стою. Бьют. Все, он приземляется и разваливается. И что это было? Байт от Леона или не байт? Непонятно. Факт остается фактом. Команда Сота развалила мейнкерри команды Вим. Приехали. Уже по голде Сота. Впереди на 150 по экспириенсу. На 1000 все-таки Вим впереди. Насгон еще один на Хионе. И вот. Врывается. Туск. И Туск здесь просто руководитель вообще команды Сота. Где он, там и экшн. 4-3-4. Везде участвовал, где только можно. 8 фрагов вообще заработала команда Сота. В 4-4 сделал лично. Но Бадди в 4-х принимал участие в виде ассистента. То есть без него экшн Сота вообще не творит. Ну и Туск, наверное, Шарц полетит все-таки в реалити. Нет, не полетел. А почему? Не попадает. Сноу-бол пошел у нас по реалити. Реалити еще и Вару Спанч здесь поймает. Ну и здесь просто по приземлению ему. Сумертушка. Бим-бэм. Без эхо-слэма. Ой, как удачно был бы здесь эхо-слэм. Чихамандара на ло-хп. Лич его должен, в общем-то, убивать. Нет, отпевается у нас банкой. Не хватает маны на Чарджи в Даркнесс. Секунда просто остается. Переключи ПТ, чувак. Это элементарно. Переключи ПТ. Что ты делаешь? Мансит ждет, чтобы куда-нибудь убежать. Ну, пора. Побежал. Побежал. Далеко убежал. Чуть раньше. Переключи ПТ и двигайся куда-нибудь вот сюда, например. Ой, на мидлейн. Ну да, тут немножко недоконтролил. Ну, я бы... Не факт, что я бы что-то там переключал. Может быть, паника такая была, что пальцы отнелись бы. Оставили гирокоптера одного фармить. У него 0-1 счет, при этом 53 крипа. Кстати, 53 и у Дреда на Медузе, но при этом ни одной смерти. Ну, давайте на Нетворс наблюдать. 3 700 для Медузы, 3 500 для гирокоптера, 3 200 для мидера команды Вим и 3 200 для Туска. Притом, Туск у нас блуждающий. Этемент все время гуляет. Пришел фарм немножко украсть здесь на убаде у гирокоптера. Может, кстати, и самого гирокоптера. Звалить, ну, вальвару спанч под задницу. И гирокоптер отправляется в тарелку. Еще, кстати, и айшардом здесь бы вот эту пачку можно было бы. Уничтожить, наверное, не проблема было бы. Но в это время Шейкер забирает у нас Медузу. Вимы продолжают давить. Ну, здесь уже на убаде. Еще 2 ТП на подсейф. Летитут команды Сота. Покатились у нас по лечу. Вальдорф спанч есть. Просто на убаде через этот Вальдорф спанч. Панч всех наказывает. Всех без исключения. Ему абсолютно плевать. Лич это или это гирокоптер, или это вайпер. Ну, всех, значит, всех. На, еще один. Даблкил в этом файте. Вообще у Туско счет уже 7 на 3. Мидер здесь немного такой сумасшедший. Разозлился, видимо, после прошлой игры. Ну, так и надо, собственно, делать, если ты хочешь выигрывать. Дайвр, что поджек. Нет. Ну и что, переход, эээ, перешли мы через 10 минут, по голде вы видели, впереди команда Вим, почему? А по экспириенсу тоже Вим, тоже почему? 12-8 выигрывает команда Сота по фрагам, а при этом Вимы ведут, ну значит лучше фармят. Что лучше фармит обычно выигрывает матчи. Тут это просто правило. Ну, то, что так сильно гоняет команда Вим, это тут скорее заслуга самого Тузка как героя. Хотя и реализация, конечно, от реалити крутая. Ой, вот Мобарди крутая. Вот, но в скором-то времени у Вайпера появится меха, она уже практически готова, она осталась только на рецепт насобирать. Вот, и тогда файты более-менее комфортные будут для команды Вим. Ну и не будем забывать про масс ульты команды Вим. Они очень дамажащие, пока что Сота просто скиллом разваливала. Но если они, например, переживают такую ерунду как Global Silence, то после этого, мне кажется, Вимом будет, команде Сота будет очень непросто. Гирокоптер настрелял в спину у Чихомандария. Уж произносить это больно, у Чихомандария. Джей Ти уже с Доминатором, у него уже есть Фейс Гуци, есть Ринго Факу. Гирокоптер пустил ракету у нас по Спирит Брейкеру, ну и умудрился Спирит Брейкер еще все-таки попасть на эту ракету, хотя нам всего лишь один удар был нужен. Ну и команда Вим никого здесь не забрала. Сайленсер в это время разбиваливает реалити на мидлейне. Пошел чайник по NoBody, ну и чайник от Лича такой себе. Просто чайник не чайник. Подкоп еще и по Бимбэму. Айшах туда, никуда он уже отсюда не денется. Тайт Хантер. Вместе с Хэнни на Личе забирает у нас Туско. Нормально так денег с него поимели, Тайт забирает 500 голды. Ну и размен 2 в... я не понял сколько. 2 в 1, по-моему. Ну да, скорее всего 2 в 1, просто в разных частях карты. Такая сомнительная математика. В это время Дредд уже приобретает себе Яшу. Есть у него ПТ, есть у него Аквила. Ну и мелочь какая-то тоже завалялась. У Тайт Хантера появляется Даггер, где Мека. У Вайпера совсем немного до Мекки. У Шейкера ничего в принципе пока что нет. У Лича... у Лича проблемы. Лич на нижней руне здесь скорее всего развалится. Так, Хасту проезжал у нас Лич и просто сам разбился в Айсшар. А здесь по кромке можно было обойти. Вроде бы. Да, конечно, задело бы, но можно было бы и здесь перестоять. Потом обойти. Ну, Туск, правда, отыгрывает очень классно. Действительно, мидер команды Сотов в этой игре интересно-проинтересно смотрится. Дрея ловит у нас на Иоми. На Дреда очень много деможа влетело. Тайт Хантер пока еще здесь в переднике. Но Тайт Хантера есть Даггер. Тайт Хантер здесь будет бить и будет драться и будет в центре событий. Даггер не юзает у нас на Иоми. Один в один размен. Мейн керри на мейн керри в плюс для команды Сота. Они уже впереди по голде. По экспириенс еще проигрывают 600. Ну, Барри готов файтиться. Был бы кто ряд. Можно было бы и подраться. Так, перед уходом завардели немножко и разошлись. Все. Тайт Хантер без реведжа, поэтому массовый файт. Он такой достаточно сомнительный. Гирокоптер умер третий раз. Кстати, мейн керри команды ВИМ здесь что-то не очень смотрится. Ну, кстати, раскачки Гирокоптера такая полупрофессиональная прям. Рокет бараш и флагкенон в приоритете, ховен миссил в один и кулдаун тоже в принципе имеется. Ну, как делают серьезные дядьки из серьезных команд. Какая красота. Да, очень интересно. Так, 100, 300 голды выигрывает сейчас. По экспириенсу они 1300 проигрывают. Тут не так-то просто. Гирокоптер выфармливал вражеские леса. Так, ну и команды занялись вардингом де вардингом. 16 минут сыграно. По голде вы видели, что по экспириенсу тоже вы видели. Ну и пока что блуждание просто по карте. У Тоска примерно в скором времени, а именно сейчас, по-моему, да? Да. Уже сейчас вырисовываются дезоляторы. И Вальдерус Панч будет очень жестко бить. Очень. Он будет наносить огромное количество демеджа. Это такая штука прям самая неприятная, наверное, которая может быть в руках у Тоска. На мидлейне команда Вим. На хайграунде почти все. Тот, кто не на хайграунде под тавером, тот тоже недалеко. Вот, ну, надо просто вижен. Надо просто вижен. Ну что, пошел у нас врыв Вим Бэмс. Сайленс пошел у нас от Сайленсера. Под глобалом пока что рассыпалось два игрока команды Вим. Наоми делает Даггераут. У него есть реведж. Не знаю, будет ли юзать его. Да и смысл, наверное, будет юзать здесь реведж. Хотя можно и подразумевать. Юзни реведж. Перед смертью юзает у нас реведж Тайтхантер. Ну и реалити так настреливает уже, между прочим. Долговато все это было. Не должна начинать файт команда Вим. Должен влетать Тайтх... Точнее, команда Сота. Драку должен начинать коллектив Вим, если он хочет выиграть. Вот. Если Сота начнет, так она начнет с глобал Сайленса. И тогда отвечать просто будет нечем. Потеряли Тайтхантера. Потеряли еще и двоих саппортов. Игроки команды... Игроки команды Вим. Ну и сейчас, скорее всего, Герокоптер едет. Да, Герокоптер у нас дамажит. Еще Командара. И Герокоптер никуда отсюда не уйдет. Он не ночью раздал еще коллективу Сота. 18 минут сыграно. Счет становится 10-20. И тем не менее, по голде Сота выигрывает всего лишь 400. По экспириенсу 0. Чуваки, которые 20-10 выигрывают по фрагам. Что происходит? Где это? Ком это? Как это? Герокоптер у нас 7500 имеет Нетворс. Дальше 6600, 600, 6000 идет Вим. Реалити. И... Дальше. Ну, потому что все очень ровно попало. Давайте в Крипстате, что ли, искать. Да и по Крипстату, посмотрите. Один за другим. Просто. Один за другим. Полетел чайник. Сайенсер плевать. Это чайник. Доминейтинг у Ноубади. Его отсюда нет. Потому что Ноубади забирает себе вайпер. 458 голды за него. Врывается в Чикамадаро у нас вайпер. Вайпера надо сейвить. Нет, не вайпера. Надо было сейвить Лича. Прыгает у нас в наеме. У него нет ничего. Прыгнул зачем, спрашивается. Да просто. Между прочим. Прыгнул. И наеме, скорее всего, здесь умрет. Вул через Finger of Death забирает у нас в наеме. Счет становится 11-23. Очень скомканные файты от команды ВИМ. Действительно, где-то по организации минусы чувств. Вроде получается все не плохо. В файтах не теряются особенно. Но то, что файты начинают не они, явно играет не на руку в команде ВИМ. Если начинать файты после Global Silence, то вы минимум начинаете втроем. В лучшем случае, вчетверо. Одного так точно забирают благодаря Сноуболу, благодаря Валурс Панчу. Дальше Чихоматара подъезжал на реалити. Прыгнул к него. У Чихоматара здесь умирает Сноуболу на Slim Reality. И NoBody тоже решил подфидить. Здесь его забирают. И минус 3 делает команда ВИМ. В размен на одного Вайпера. По голде 933 забирает команда ВИМ. В этом файте 2-100 по экспириенсу. Прям-таки подарок. И они опять графики повернут в свою сторону. 14-24 уже для них лучше, чем 10-24. Они за фраги получают больше, потому что делают реже эти фраги. Да, да, да. В скором времени не просто будет файтиться против того же Вайпера, против Гирокоптера, который нормально по фарму сейчас будет. Тогерклаб уже есть у Гирокоптера. И летит ему... Летит ему Сэндж. У Сэнджин Яша готов. Он, конечно, слабовато по КДА идет. 1-4-1 всего лишь от у Гирокоптера. Но с другой стороны фарм-то он свой получает. И на цифры глаза можно закрыть. Артефакты у него есть. К моменту файтов каких-то в Лейте они будут. И никуда они не денутся. Ну и команда Вим еще и одиночные фраги делает, пока где-то гуляет коллектив Сота. Забрали Сайвенсера 500, голды за него поимели. 200 Тайтхантера, 323 для Вайпера. Просто какой-то подарок. Нати, берите. По чуть-чуть, понемножку отдают свое преимущество игроки и команды Сота. И они опять уже начинают проигрывать. Выигрывали 1500 по золоту, теперь проигрывают 600. По экспириенсу выигрывали 2, теперь проигрывают 1500. Вот так просто. Шли-шли и растеряли. На первом месте у нас Герокоптер, кстати. На втором Вайпер, ну и немного совсем отстает Медуза. И то, что Герокоптер оторвался почти на 2000 от Медузы, это тревожный звонок для команды Сота. Герокоптер и без демеджа с руки, без артефактов, очень много урона наносит своим соперникам. Это коллдаун, это вроке бараш. Все работники штукенции, это даже Комин Месси. То есть Герокоптер, кстати, руками и не бил. Вот вы видите, просто через рокет бараш забрал своего соперника. Ну и Гера у нас в фарме нуждается поменьше, чем в этом нуждается Медуза. И демедж от Гера за счет флэкена она разлетается без потери. Здесь сплитшот второго левела. И всего лишь 80% долетает до оппонентов Медузы. 16-24, Вим по голде выигрывает 1600, по экспириенсу 2 с копейками. Скорость, в принципе, приличная от команды Вим. По варду здесь пролетел Курьер или нет? Вроде как пролетел. Не знаю, чекали или не чекали игроки команды Сота. Курьер вроде как по варду пролетел. Ну пошли пинги от команды Сота. Есть подозрения, где их оппоненты находятся. Ну и что, в соло что ли Ву сюда будет нырять? Ну это конец просто, Доты будет для него. Пошла ракета у нас от JT. Разгон от Учихи. Наоми. Цепляет Ву, цепляет Ноубади. Минус один уже делает команда Вим. Разгон продолжается. Фагерокомптер, ульта от Медуз. Да не разговаривайте вы вообще с ней. Развернитесь, оставьте ее в покое. Орет же и орет. Ну здесь Вайпер на хайграунде. Вместе с Наоми дерется. Но Бадди отправляется в таверну. Вим Реалити выживает в итоге в этом файте. Минус четыре делает команда Вим. И они никого не теряют. Это фактически тимвайп Сайленсера здесь не было. Две стоп по голде. Три девятьсот по экспириенсу. Ну здесь закомбетчили, так закомбетчили. Ну как закомбетчили. Тысячу четыреста голды проигрывали. Видите ли, отыграли. Красавцы. Ну и Роха, я так понимаю, тоже будет скорее всего для них отваливаться. То, ради чего пришли, надо с этим делом закончить. У Вайпера почти готов к баку. У Сайленсера появляется Мидас. Да, на двадцать третьей минуте. На двадцать четвертой. Ну, других вариантов сейчас в тейскейпах, чтобы собрать себе агонии, так особенно не видно. И Роха упал для них. В общей сложности, я думаю, они тут тысячи четыре получили в этом файте. На всех, правда, разделили, но... Тем не менее. Одиннадцать пятьсот для гирокоптера, и против него Медуза. Считаю, главный его оппонент. Восемь сто для Медузы. Три с половиной тысячи она проигрывает. У Вайпера уже готов, Блэйкинг Бар. ТТ-шка, Мека, Аквила. У Тайт Хантера тысяча пятьсот, кстати, после Блинк Дайки. Есть штука пятьсот, есть Аркан Буксы, и тут вопрос, как скоро появится рефрешер. Когда у Тайт Хантера будет рефрешер, тогда команда Сота закончит у нас тот экшн, который они организовали со старта. Туск после своего дезолятора, по идее, должен был начать сжечь очень плотненько, а в итоге... В итоге что? В итоге Туск проваливается. В итоге выглядит очень даже неинтересно. Леон старается выйти у нас в Мекку. Хадреска есть, Баклер есть. Вот когда будет Мекка у команды Сота, тогда можно будет надеяться на более-менее вменяемые файты, потому что сейчас они просто проседают по ХП. У каждого по отдельности вроде все нормально с ХП, а как где-то похилиться, так некому. Ну Леону остается 600 голды, чуть меньше, точнее, 600 голды. Вот как будет Мека, будем смотреть. Тогда, возможно, все-таки назад потащат команда Сота вимов. Хотя они отрываются уже прилично. Четыре с половиной и восемь. Играют у нас Лу. Лу, Покоп по двоим, ноубари на сноу поле врывается. Наоми, скорее всего, перед смертью дает у нас реведж. Нет, наоми у нас по-прежнему живет, и ульта пошла от плеча. Просто стерло в порошок у нас двоих игроков команды Сота. Туск умирает у нас, и умирает у нас спирит брейки. Ну и здесь тоже в плюсе осталась команда Вим. Потеряли оффлейнера и потеряли саппорта одного. А здесь мидлейнер отвалился, и два саппорта, или я даже не знаю, как их называть. В любом случае, в плюсе по голде стали игроки команды Вим. 900 они выиграли против 400 от Соты. И вот вам подарок, собственно, отправляются на мидлейн. Т2 на мидипады. Может уже даже и на Роху, ой, на Роху, на хайграунд могут зайти. Нет, все разлетелись, никакого хайграунда. Гирокоптер забирает тавуру, гирокоптера уже 2000 на руках. Круто, 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 круто. Ну надо смотреть на Медузу. Медуза есть, Ultimate Warp. Ей остается до появления с Айов Скади еще 500 копеек. Фарм сконцентрирован исключительно в лесу. Деваться, в принципе, некуда. Вот, фарм в лесу через сплитшот несложно это сделать. Ну просто, что бегать приходится Медузе. Яша ей в помощь. Команда ВИМ собирается ганкать где-то уже на подступах к хайграунду. Поставили вард, чекнуть ситуацию. Мне покупают себе Огр Клапана. Савинсер готовится выйти. Безусловно, вагоним. Ну, по расстановке, собственно, героя. Вообще по, так скажем, вхождению в файты. Что там, что там наблюдаются траблы. Команда Сота есть, безусловно, полезная штука. Это вот эта кнопка у сайленсера. Кнопка-выключалка, чтобы просто каждого заткнуть. Да, это, конечно, безусловный плюс. Здесь, естественно, Тайд Кантер плюс Ли. Делает свои дела. Но при этом как-то организовано 5 на 5. Что там, что там драться не получится. Лечу очень больно. Лич пока еще живет. Лечу кубичаник перед смертью. За Личом пошел у нас разгон. Он спиритбрейкер, врывается Бимбэм. Под этим Слэмом и Гирокоптер просто всех четверг стреляет. Тайд Кантера выкидали. Он дал реведж, дред. Всех застопил, заморозил, закаменил. И на этом все, в принципе, заканчивается, скорее всего, для команды Сот. Чихамандара пытается нас уйти от Тайд Хантера. Разгон есть. Разгон пошел. Ракета по нему. Ну и так. Бимбэм же, конечно, настреляли. Стоять вообще. Стояночкой. Как же неудачно. И вот здесь закрыли. Фессурой прилетает. Ракета бьет по голове. И знают, где находится спиритбрейкер. Он пытается сделать ТП-аут. Не получается. Тим Вайп от команды Вим. Они разменяли одного несчастного Личана. Пятерых героев команды соперника. Сейчас становится 28-27. А вспомните, как начиналось. Начиналось со счета 10-20. Вим проигрывали. И по золоту, пускай и немного. Там все, полторы опускались. За счет хорошего фарма. Вот. Но, сами понимаете, фраги говорили о том, что не очень они дерутся. И как-то не слишком хорошо все складываются. Ну, теперь. Вим уже на коне. Они выигрывают 12 тысяч по галде. И они выигрывают 14 тысяч по экспириенсу. На хайграунд. Понимается, у нас реально. Наблевают по Ву. Вальдорск панч у нас пошел от нау паре. Вайпера развалили. У Наоми нет ульта. Но тут как бы Вим не перебаковали. Куда вы полезли? Вообще. Игрокоптер у нас отдается. Забирайте меня все. Просто бред какой-нибудь. Команды Вим. Куда полезли? Не ясно. Ну, это их личная идея. Ну, еще, скорее всего, динамы здесь завалят. Минус 3. Подарки всем и каждому. Просто до Нового года еще тысячу лет. Они так решили. Заранее. 4-100. Гол... 4-100. По галде. 6-200. По экспириенсу. Ну, просто. На ровном месте. И за счет наглости. За счет пижонства. Которое Вим попытались где-то здесь кому-то продемонстрировать. У Лича есть даггер и у него есть поинт-бостер. Хани... Больше надеется на команду. Сам по себе он... Не самый крепкий. Ну и Гирокоптер в МКБ практически вышел. Тут на тебе пошел отдался. Вайпер та же история. Вайпера уже... Почти готовый. Да, почти готовый агонин был. В том моменту. Но он просто подарил кучу денег своему оппоненту. У Медузы уже есть Скади. У нее есть Яша. Ну, маловато, конечно, для Дреда. 12-300. У него Нетворс. И 16 тысяч для... Джей Ти на Гирокоптере. И только потом идет Реалити. Реалити, кстати, там на копейке вообще отстает от Медузы. А Вайпер, который отстает от Медузы на копейке, это очень хороший Вайпер. И Медуза, которая идет ровно с Вайпером. Не очень хорошая Медуза. Ну, либо ситуация была такая, что... Хорошей быть сложно ей было. 3-4. С другой стороны... Здесь 11-7 у Вайпера. Ну и плюс 13 ассистов. У Медузы 2 ассиста. То есть в файтах она почти не участвовала. А где же брать деньги? В принципе. Ну, Бадди изо всех сил пытается вернуться на те позиции, с которых начинал. Начинал он с такого хорошего преимущества. Со счета, по-моему, 7-1 или 8-1 было у Ну, Бадди. Туск очень классно смотрелся. Сейчас у него 15-9. И он как-то больше теряет, чем зарабатывает. И Sharpом. Абсолютно. Абсолютно. Так. Абсолютно. Начинаю. Ну, у нас там небольшая пауза, сейчас на заставку переключаемся, просто чтобы не палили ребята варды, мало ли, вдруг они не палят, а их друзья палят, и потом им пересказывают, а что им еще делать, если инфа такая уже есть, чтобы избежать этой ситуации, вот поэтому... приходится идти на такие вот, точнее использовать такие вот методы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, возвращаемся к матчу, вернулся наконец-то у нас Леон, все, чтобы не палили всякие варды, вся эта ерундистика, собственно мы на заставку переходим в такой момент. Ну что, поймали у нас Ву, Ву старается отсюда улететь, Тайдхантер помогает у нас Вайперу и улетает отсюда Ву, ну и этот плевок будет не засчитан, в никуда он просто улетает, Вайпер дэмэджа не нанес. Ну и если бы нанес, кстати, последним плевком, может быть и отъехал бы у нас все-таки Леон, ну или он достаточно удачно по таймингу отлетел на базу. Вот, ну и что, пошел у нас заход команды Вин на хайграунд, теперь непонятно чем Соти отбиваться, туска нет и не будет еще 14 секунд. Герокоптер достаточно сильный, чтобы здесь драться на хайграунде даже. У него есть БКБ, у него 9 секунд, кстати, БКБ, уже есть МКБшка, с Джульяшей есть Хэммот Доминатор, Фейсбуцы, просто иди разбивай лифт там. У Тайдхантера, в свою очередь, почти готова Шива, да, просто надо курьером себе данный артефакт притарабанить. Роха будет меньше, чем через минуту, команды об этом не знают, но по таймингу-то, понятное дело. Что? Ребята шарящие, ребята где-то там учитывают что-то. Вот, ну и пошел разгон у нас на Джей Ти, знают где он, Джей Ти знает где его соперник. Джей Ти вырубает БКБ, очень удачно, Файвер Спайк пошел, ну и просто размес. Это просто жестяк вообще, что сделали с командой Соти. Они должны были ворваться, но здесь просто комбат на 5 с плюсом отыгранная команда Вим. То, ради чего брали этих героев, сработало вот здесь. Вот, с ее секунду и в этом месте. То, о чем я говорил на стадии пика. Оно должно было получиться именно так. И если я говорил, что там нужен Дарксир, который будет собирать всех, вот, я просто думал, что команда Вим будет. Теперь Сота напала, и вместо любой сборки, вместо любого Блэкхола, они просто вошли массово под Тайтхантера, стали кружочком, а дальше Лич просто расковырял всех вместе с Гирокоптером. Ну, по идее, конечно, после этого надо писать ГГ, как минимум с моральной стороны, думаешь, все, это конец. Куда тут драться? Такой сумасшедший рассказ, такая комба. Команда Сота недалеко от этого. Они, правда, проигрывают 16 тысяч по голде, они проигрывают 17 тысяч по экспириенсу, и мне кажется, что скоро эта игра закончится ГГшкой. Ну и пошел у нас заход на последнюю линию со стороны команды Сота, пошел Global Simon, Сотом для Саппорта, но здесь уже все, раскастовал Гирокоптер. Он под БКБ, он кулдаун провязал. Медуза пытается настреливать, но она под эмоши немного в нос. Поймали у нас Гирокоптера. Полетел Чаник еще один от Лича. Минус 2 делает здесь Хенни, по большому счету. Правда, забирает у нас один фраг себе JT. Ну, Лич зашел классно, Гирокоптер зашел классно. Вообще вся комба команда Сота зашла очень даже интересно и красиво. Ну, поздравляем команду Вим. Поздравляем команду Вим. Они выходят у нас в финал. Это наш первый финалист в топе, собственно, нашего турнира. Команда Вим будет сражаться там с победителем пары, которая сейчас уже стартует. Победителем пары Скулл Найн и командой ТРИ. Кто-то из них будет бороться за то, чтобы драться против Вима. Те, кто проиграют в следующей паре, будут драться с командой Сота за третье место. Это все уже будет завтра. Все финальные части, битва за третье место. И наш гранд-финал будет проводиться завтра. Естественно, всю эту информацию вы найдете в нашей группе ВКонтакте. Не забывайте подписываться, приводите друзей. У нас всегда интересно, у нас всегда весело. Ну и, конечно же, наш канал на Твиче тоже не забывайте нажать фоллоу. Нам будет невероятно приятно. Ну и еще раз говорю, у нас на повестке, по-моему, самый, ну, мне лично так точно, самый ожидаемый матч нашего турнира. Вот такой вот малый финал. Команды, которые действительно отличаются высоким скиллом, хорошей организованностью. Я ни в коем случае не хочу оскорбить Вима Сота, которые сейчас играли тоже там все в порядке со скиллом. Ну, просто мне со старта присмотрели все-таки команды TRI и команда Skull9. Они действительно показывают ровную, интересную, а главное с творческим подходом Доту. Будет интересно понаблюдать, кто же все-таки отправится в финал. Матч начнется ориентировочно в 20.00. Может на 5 минут раньше, может на 5 минут позже. Далеко не разбегайтесь. Пока что небольшая пауза. Стрим, естественно, мы не выключаем. Музыка, заставки, все, что мы умеем и стараемся делать для вас. Все. До связи, друзья. Небольшой перерыв и последний на сегодня матч. Последний матч в формате Best of 3. Матч самых перспективных, как по мне, коллективов турнира. Команд Skull9 и коллектива TRI. До связи.